Здравствуйте! Вы смотрите новости Карелии в студии Ксения Ларина. Я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях этого дня. Мы смотрели уже 140 килограмм мужчину с онкологией. Под контрастом. Все смотрит, все видит. Первый этап модернизации врачебной амбулатории в поселке Салми подходит к концу. Произошла глобальная проблема в системе здравоохранения по всей России. Из-за того, что повально не могли граждане дозвониться до медицинских организаций. В Карелии заработал единый колл-центр по вопросам, связанным с COVID-19. С центрального пункта нас отправляют как на обычные наши вызова. Мы получаем информацию по громкой связи и также выезжаем. На страже здоровья. МЧС приходит на помощь петрозаводским медикам. Первый этап модернизации врачебной амбулатории в поселке Салми подходит к концу. До середины декабря должны завершиться внешние работы. А в планах на следующий год масштабный ремонт внутренних помещений. Обновления ждут и главную больницу Петкеранского района. Подробности в следующем сюжете. Врачебная амбулатория в поселке Салми находится в здании бывшего общежития. Здесь оказывают первичную помощь местным жителям и располагается отделение скорой помощи для обслуживания поселка и близлежащих населенных пунктов. Местные жители пожаловались главе республики на плачевное состояние здания. Старая крыша сильно протекала. Это видно по состоянию потолка и стен второго этажа. Поэтому в первую очередь взялись за капремонт кровли. Теперь она будет двускатной. В настоящее время рабочие утепляют фасад здания. Все работы планируют завершить к середине декабря. Немаловажно, что по итогам аукциона на ремонте крыши удалось сэкономить 1 миллион 200 тысяч рублей. Данные средства у нас идут на оформление фасада здания. Это будет хорошая вывеска светодиодная, где будет эмблема и надпись. Также эти средства планируем освоить на ремонт и замену входных групп. Это лестницы. И также на проведение новых электрических компонентов. Это смена кабелей, это смена проводки. В следующем году начнется второй этап модернизации здания. Необходимо расширить коридоры, убрать лишние перегородки, доставшиеся в наследство от жилых блоков общежития, устранить последствия протечек старой крыши и сделать косметический ремонт. На это амбулатория получит 3 миллиона рублей. Обновления ждут и центральную больницу Петкеранского района. Здесь тоже планируют отремонтировать входную группу, а еще коридор и несколько кабинетов. 400 тысяч рублей сэкономили во время подготовки помещения для нового томографа. Его покупка – главное событие для больницы в этом году. Раньше пациенты из Петкеранского района были вынуждены ехать на обследование в Петрозаводск или Сартовалу. Да и там обследования могли пройти не все. Многие аппараты КТ имеют ограничения по весу пациента. Новый томограф за время работы в тестовом режиме показал свои преимущества. Специально мы покупали именно большой гентри, 200 килограмм смотрит. Мы смотрели уже 140 килограмм мужчину с онкологией, под контрастом, все смотрит, все видит. Глава республики во время рабочей поездки проверил готовность кабинета. Для работы на новом оборудовании уже прошли обучение сотрудники больницы, пока их двое. Заключения по снимкам нового томографа будут давать специалисты республиканской больницы имени Баранова. Артур Парфенчиков также рассказал, что в перспективе возможно создание единого центра для обработки результатов КТ со всей республики. Он не мощный, но его надо прочитать хорошо, причем прочитать в зависимости от углубленного какого-то специализации, компетенции. Но дело это онкология, другое дело – травма, третье – ковид. Поэтому надо ли вот, может быть наоборот, сегодня главное, он есть, качественный лаборант, и единый центр, который сидит и даже круглосуточно, может быть, в режиме, читает это все. Всего в последнее время в республике появилось шесть новых томографов. Остальные томографы уже установлены. Это томограф, как я сказал, в Сегеже, там тоже у нас есть ковид-подразделение. Это республиканская инфекционная больница, там до этого не было. Это госпиталь ветеранов-воин, это городская поликлиника номер один и республиканский противотоколезный диспансер. Все шесть томографов введены в эксплуатацию и уже оказывают помощь жителям республики. Юлия Степанова, Станислав Шведов, Служба новостей, Петкеранский район. Тем временем в Карелии новый антирекорд. Минувшие сутки коронавирусную инфекцию нашли у 427 человек, а количество погибших от ковид-19 перевалило за сотню. Два летальных случая подтверждено и сегодня. В республиканской инфекционной больнице скончалась жительница Петрозаводска 51-го года рождения и житель Кими-69-го. Оба пациента имели сопутствующие хронические заболевания. В помощь медучреждениям Петрозаводска приехала группа врачей Санкт-Петербурга. Их направят на терапевтические участки в 1-4 поликлинике, где много специалистов находится на больничном. В Карелии заработал единый колл-центр по вопросам, связанным с ковид-19. Теперь, позвонив по номеру 122, жители республики смогут получить необходимые консультации, а также вызвать врача на дом. Единый федеральный номер создан по поручению президента России. Вот это поручение президента Российской Федерации вышло из-за того, что произошла глобальная проблема в системе здравоохранения по всей России, из-за того, что повально не могли граждане дозвониться до медицинских организаций. Горячая линия в нашей республике с сегодняшнего дня функционирует в штатном режиме. На данный момент здесь работают 8 операторов. На плановую мощность планируют выйти к 4 декабря. Тогда вызовы будут принимать 30 специалистов круглосуточно. Звонок на номер 122 бесплатный, как с любых мобильных операторов, так и со стационарных. На случай перезагрузки системы на базе ПАО «Ростелеком» создается резервный колл-центр. Для этого на федеральном уровне ПАО «Ростелеком» создает резервный колл-центр. И в случае, если количество обращений, количество звонков превысит технические возможности нашего колл-центра, то абонент будет переадресован на федеральный колл-центр, в котором будет зафиксирован его звонок и передан нам сюда, в республику. Еще два колл-центра на уже местного значения открылись в Петрозаводске в городской поликлинике номер 2. В них трудятся волонтеры и практиканты из числа студентов-медиков. Елизавета Волынец – будущий медик. Студентка шестого курса. Занятия днем. А рано утром она уже на учебной практике в колл-центре. Работы много. Ежедневно сотрудники обрабатывают до тысячи звонков. Когда с лаборатории приходят результаты москов, нам нужно обзвонить пациентов, рассказать им вообще эти результаты, потому что они находятся на карантине дома, сообщить им информацию о том, что им делать дальше, как-то эксориентировать, успокоить. Этим мы занимаемся. Кроме этого, студенты ежедневно звонят пациентам, которые проходят лечение от коронавируса на дому, чтобы узнать о состоянии их здоровья. Здравствуйте. Вас беспокоит вторая поликлиника. Как вы себя чувствуете? Есть ли температура? Температура нет. Чувствуете ли вы запахи, вкусы? Все хорошо. При ухудшении немедленно докладывается информация куратору, доктору, и организуется выезд врача на дом. Доктор рассматривает на месте на дому и принимает решение госпитализировать пациента, либо оставить на активное посещение на следующий день. В перспективе ребята будут общаться с пациентами не только по телефону, но и напрямую. Кураторы планируют задействовать практикантов в деятельности выездных бригад. Не самую простую работу с больными COVID-19 все студенты выбрали добровольно. Для Елизаветы, которая изучает лечебное дело, это возможность получить реальный опыт в диагностике и лечении заболеваний. Возможно, сегодня в колл-центре работают будущие врачи именно этой поликлиники. Илья Лопухин, Борис Касьянов, Служба новостей. Количество вызовов скорой помощи в условиях пандемии резко увеличилось. Ежесуточно на Петрозаводской станции регистрируется порядка 500 звонков. Поводы, конечно, разные, не только ковидные. Чтобы разгрузить врачей скорой, Карельским Минздравом было принято решение передать часть обращений медикам в специализированной пожарно-спасательной части. В каких случаях на вызов могут приехать спасатели, узнала Анжела Маркевич. Фельдшер Сергей Соснов показывает комплектацию пожарно-спасательного автомобиля с медицинским модулем. Единственного в Карелии. Машина служит на базе специализированной части в Петрозаводске. Есть лекарства, правда, в меньшем количестве, чем на скорой системе. Кислород, перевязочный и мобилизационный материал. Вот у нас есть вакуумные шины. Очень хорошая вещь. Чтобы не мучиться, не накладывать вот эти железные шины и потом не бинтовать их, конечность поврежденная оборачивается шиной, и потом из нее откачивается воздух. Там внутри шарики, можно потрогать, воздух откачивается, и она встает прямо вот по конечности. Так как она есть, так она и есть. То есть со всех сторон она не сдавливает ее, не надувается, а откачивается. По времени это быстрее, чем... Это очень быстро, да. То есть наложил, откачал, это буквально 30 секунд. В другой части спецмашины спасательные инструменты. Водители фельдшер экипажа работают в тесной связке. Бригада универсальная. Вы конкретно можете и медицинскую помощь оказать, и разрезать кузов автомобиля. Лично вы, фельдшер. Ну, да. Мысль о сотрудничестве со спасателями возникла у скорой помощи еще весной, в первую волну коронавируса, когда количество вызовов значительно увеличилось. Но из-за отсутствия необходимой лицензии у МЧС лечебное дело сразу не могло начаться. Но никогда, говорит главный врач станции скорой помощи, они не отказывали в перевозке тяжелых насилочных больных. В ноябре месяце, когда произошел резкий скачок, с начала октября-ноября, вызовов до 500 вызовов в сутки, Минздрав обратился опять к МЧС. И они, учитывая, что они получили лицензию, они начали с нами сотрудничать. Где-то за ноябрь месяц они сделали порядка 52-51 вызова за ноябрь. Как правило, это только травмы. Мы с ними так внегласно договорились, что если ДТП и не тяжелые, они выезжают первыми, сортируют, и если надо, вызывают скорую помощь. Полсотни дополнительных вызовов в месяц, возможно, не так уж много. Но это те вызовы, которые отвлекают врачей скорой помощи от самой экстренной работы в тяжелейших условиях второй волны коронавируса. Анжела Маркевич, Владислав Петров, Служба новостей. Управление образования ищет директора. Минздрав готовит новогодний подарок жителям Петкеранского района. А активисты экотакси продолжают избавлять Карелию от мусора. Об этом и не только. Расскажем вкоротко. Администрация Петрозаводска объявила конкурс на замещение должности директора средней школы номер 25. Заявки и документы от соискателей принимаются до 30 декабря. Подробную информацию можно найти на сайте Управления образования. В декабре этого года в поселке Уксу в Петкеранском районе заработает обновленный фельдшерско-акушерский пункт. Все необходимое оборудование уже закуплено. Аналогичные пункты действуют в Шуе и Спасской губе. Карельская спортсменка стала чемпионкой России по Синке-Кюсинкай. Людмила Мартынович завоевала сразу две награды. Золотую медаль в разделе Ката и бронзовую в разделе Кумете. Активисты экотакси впервые побывали в деревнях Пряжинского района и собрали почти полторы тонны вторсырья. Первый рейс в рамках проекта «Карелия без мусора» проходил через Венлазера, Юргелицу, Пряжу и Матросы. Сдать вторсырье пришло порядка 50 человек. В России началась онлайн-олимпиада безопасной дороги для учеников младших классов. Вместе с другими регионами свои знания покажут и карельские школьники. Перед тем, как открыть бланк с вопросами, нужно повторить свои знания. Лучше всего это можно сделать на уроке безопасности. Подробности расскажет Марат Дожидаев. Как можно перейти дорогу, если вы вышли с автобуса? Если задать такой вопрос взрослому человеку, далеко не факт, что ответ будет правильным. А вот спросив всех воспитанников Петровского дворца, получится стопроцентный результат. Ученики младших классов знают все о правилах дорожного движения и с радостью делятся знаниями. Машина может не замечать человека, сбить человека. А вот чтобы не сбили, что нужно делать? Надо смотреть направо, налево, потом направо, потом налево, потом идти, пойти. А потом на середине дороги надо посмотреть направо, а потом спокойно переходить. Чтобы отметить таких неравнодушных пешеходов и запустили онлайн-олимпиаду безопасной дороги. В ней могут принять участие ученики не старше четвертого класса. Для этого понадобится интернет и 60 минут свободного времени. Именно столько длится тест. 30 ноября Олимпиада уже запущена. Так что можете смело заходить, вводить свой пароль и работать онлайн-олимпиадом. Олимпиада продлится до 11 декабря, а итоги подведут уже на следующий день. Все участники получат награды в зависимости от количества набранных баллов. Диплом победителя, похвальную грамоту или сертификат. Марат Дажудаев, Владислав Петров, Служба новостей. В Петрозаводском театре «Дом актера» показали премьеру романтической сказки «Легенда о кольце принцессе и колдуни». Виктория Швецова пообщалась с актерами непосредственно перед их выходом на сцену. «Легенда о кольце принцессе и колдуни» – это средневековая рыцарская история. Добрая сказка об удивительном мире чудес и превращений, где любовь, честь и благородство всегда побеждают зло. Спектакль поставили по сказке Николая Пинчука. Артисты, исполняющие роль принцессы и колдуни, играют две роли попеременно. Екатерина Баранова отмечает, такое перевоплощение дается не так просто. Роль у меня необычная. В начале спектакля я играю принцессу. За такую вот рафинированную, нежную, очень привыкшую, что с ней все считаются. А дальше у нас идет превращение, и я начинаю играть колдунью. Это и пластически трудно, потому что пластика меняется, голосово все себе. Ну и, конечно, это должно зло из тебя исходить. Это очень трудно. Роль Елены Сапегиной – злая волшебница. Прикинувшись нищенкой, она завладевает волшебным кольцом. Это колдунья злая, которая отбирает у всех молодости красоту. И, собственно говоря, она заметила в гордой принцессе возможность воспользоваться этим. И сделала все возможное, чтобы это произошло. По сюжету сказки высокомерная девушка отвергает рыцаря и его подарок – волшебное кольцо. Король узнает об этом, желает заполучить кольцо и отправляет принцессу на поиски. Тогда и происходит превращение. И протяните к ней свои ослепительные ручки. Не по своей воле гордячка принцессы меняется телами со злой волшебницей. И теперь вынуждена жить в образе нищенки. Остается только надеяться на чудо, которое, конечно же, случается. Виктория Швецова, Владислав Петров, Служба новостей. Атмосферный концерт этноэлектронного проекта из Карелии «Ярго Саунд Систем» состоялся в пространстве «Синий коридор». Лодка «Струн» – это синтетический проект, возникший на пересечении современного мифотворчества, корейской мифологии, технологической реконструкции и музыкального эксперимента. Основа музыки «Ярго Саунд Систем» – песни Севера. Музыканты используют традиционные народные инструменты в сочетании с современными электронными технологиями. И даже звучащий объект – лодку-однодревку. Сегодняшнее утро для кого-то началось не совсем обычно. По пути на работу на остановке в районе Древлянка-5 наш коллега увидел лесу. Рыжая обитательница леса невозмутимо сидела рядом с тротуаром и всем своим видом демонстрировала безразличие к происходящему. «Привет! Ты серьезно, не боишься?» Не удостоив автора видео ответом, леса развернулась и спокойно удалилась в сторону жилых домов. Может быть, она просто не дождалась нужного ей автобуса? «Угу. Забавно». Это все, что мы подготовили для вас сегодня. С вами была Ксения Ларина и команда Службы новостей. Всего вам доброго и до встречи в эфире!